Здравствуйте! Сегодня на библейском канале «Экзегет» мы с вами побеседуем о тех уроках, которые можем вынести из Священного Писания, Священной Истории Ветхого Завета, ну и поговорить о некоторых событиях ветхозаветных времен, которые могут быть, может быть, стать для нас более ясными в их историческом контексте. И сейчас мне бы хотелось затронуть тему, тему, которая связана и с религиоведем, и с библейской археологией отчасти, тему, которая касается культа Золотого Тельца. Это такое нарицательное в наше время выражение, которое в основном подразумевает какую-то такую страсть к наживе, к деньгам. Но это уже такое все-таки значение не прямое, не буквальное библейское, а то, которое оно приобрело уже впоследствии, часть такое переносное значение. А чем же были Золотые Тельцы для народа Израиля? Ведь когда мы с вами читаем Священное Писание, то, наверное, у многих возникает такой достаточно закономерный вопрос и, может быть, такое закономерное недоумение. Мы с вами встречаем, по крайней мере, два раза в Священном Писании, когда народ Божий с какой-то удивительной легкостью и готовностью принимает культ служения Золотому Тельцу. Первый раз, да, повествует нам об этом книга Исхода, когда пророк и боговеец Моисей слишком на долгое время задерживается на вершине горы Синай, находясь в богообщении, в богопознании, получая скрижа Лизавета, десять заповедей, закладывая вот ту потрясающую по своей долговечности и силе духовную основу не только для своего народа, не только для вот этого небольшого образования из 600 тысяч мужей и какого-то количества детей и женщин, но, в общем-то, для, можно сказать, всего мира последующего. И вот в это самое время, когда Моисей долго не спускается с вершины горы, народ начинает проявлять беспокойство и обращается к Аарону, как к его брату, как к его устам со словами о том, что с этим Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И Аарон, который также, в общем-то, не посвящен в дела своего брата, хотя должен был бы, в общем-то, всею душою доверять ему и доверять Богу, опыт познания, который у него тоже есть, Аарон, который совершал чудеса, явные чудеса силы Божьей, по повелению Божию, Аарон совершает вот такое отступничество, он собирает те украшения золотые, которые израильские женщины обманом выудили у своих египетских товарок для того, чтобы отправиться на праздник в пустыню и совершить приношение перед своим богом. И, в общем, так и не вернули. Он собирает эти украшения, сливает из них золотого тельца и говорит, вот, Израиль, боги, которые вывели тебя из Египта. И народ, так сказать, обращается к тому способу почитания прославления этих своих богов, которые, по всей вероятности, считают традиционным. Лагерь оглашается шумом, песнями, плясками, тимпанами, что, в общем-то, и привлекает в какой-то момент внимание Моисея. Он спускается с горы Сина и прекращает это самое поклонение золотому тельцу в память. Кстати, об этом событии до сих пор на святой горе Синай построена такая небольшая часовенка. Может быть, кто-то обращал на нее внимание. Немножко трудно так объяснить это на словах, но вот как раз, когда, если вы едете по автотрассе из-за монастыря святой Екатерины по направлению к поселку Санта-Катарина одноименному, то вот с правой стороны от вас рядом с перекрестком как раз-таки вот такая в пустыне стоит небольшая часовенка. Вот она как раз по преданию отмечает то место, на котором все эти события имели место. В следующий раз, когда Израиль также, в общем-то, ну даже, наверное, более тотально уже согрешил вот этим отступлением и служением культу Золотого Тельца, произошли во времена Иераваама Сыдановатого, который сделался царем независимого царства Израиля, Десятиколен Израиля, Северного Царства, как его принято зачастую называть, и для того, чтобы разорвать вот это единство между некогда объединенным общим духовным, религиозным, ритуальным храмовым центром Иерусалима, вот для его разрушения этого единства между двумя частями отныне независимых государств, он в своем царстве ставит Тельцов, одного ставит в городе Дан, другого ставит в городе Вифиль, и с теми же самыми словами вот Израиль, боги, которые вывели тебя из Египта, и Израиль также почему-то, без каких-то сомнений, так же легко, так же охотно начинает служить этим вот богам, в чем здесь дело, может возникнуть вопрос, почему это происходит с такой удивительной легкостью, после всего, после всего очевидцем, чему, участником, чему был этот народ, по какой причине вдруг с такой легкостью он все предает и идет след вот этих золотых Тельцов, почему их принимают как своих богов, вот для того, чтобы понять это, нужно понять ту принципиальную разницу, которая существует между нашей религиозной психологией и религиозной психологией народа Ветхого Завета, израильского народа, ну и в нашей истории, да, если мы к ней обратимся, существовало такое явление, как двоеверие, когда люди, принявшие Христа, обратившиеся ко Христу, в то же время продолжали сохранять верность каким-то своим языческим культам, представлениям, к сожалению, это, в общем-то, в каких-то таких психологических и религиозных чертах явление, которое продолжает сохраняться и по сей день. И мы зачастую просто даже себе не отдаем отчета, так сказать, в том, что это является проявлением двоеверия, когда наливаем рюмку водки для покойника, ставим ее на поминальный стол или на могилу, вот, или, так сказать, это все явление одного порядка, как и то, когда, например, какие-то принявшие христианства викинги одновременно носили у себя на груди христианский крест и молоточек Тора, свой священный амулет, ну, или, как это, анекдотическая бабушка, которая, да, ставила свечку, две свечки иконей Георгия Победанова, одну святому Георгию, другому змею, мало ли, так сказать, где придется оказаться, так сказать, чья помощь окажется более востребованной и актуальной, но это, конечно, уже, так сказать, из области анекдотов, юмора, но, тем не менее, тема-то достаточно серьезная. И то же самое двоеверие, оно существовало и в народе израильском, но в израильском народе это двоеверие имело вид быка. подсознательном если в нашем с вами психологическом, религиозном, ну, что ли, таком подсознательном представлении Господь присутствует как человек, как фигура антропоморфная, мы это воспринимаем с детства, когда, так сказать, ребенок учит молиться боженьки и он представляет себе боженьку не иначе, как того дедушку с бородой, которого он видит на иконах в храме, да, и человек зачастую представляет себе действительно Бога в образе вот этого ветхого денми, который является лишь только таким отдаленным символом, просто образом древности, несчастливой древности того Бога, которому мы знаем, которому мы верим, которому поклоняемся. Если в нашем сознании присутствует вот эта антропоморфность божества, то в сознании древних иудеев, евреев божество присутствует в образе тавроморфном, в образе быка. И вот это та разница между основой вообще религиозного восприятия, восприятия религии, которая очень глубоко лежит и отличает сейчас, и та разница, которой мы не понимаем, вот так сказать, поколения воспитаны уже христианством и те генерации, которые предшествовали явлению в этот мир спасителя в образе человека Иисуса Христа. И вот эта самая тавроморфность это было тем родовым пятном, тем родовым проклятием, с которым на самом деле на протяжении всей практически истории богоизбранного народа вынужден был Господь бороться в среде своих последователей и почитателей. Но вот этот культ быка, это обожествление быка, оно имеет вообще очень такую давнюю древнюю историю. Вероятно, первые такие, что ли, проявления его мы можем найти вообще в период неолита, когда, собственно говоря, происходило приручение крупного рогатого скота, когда человек начал вот это свое общение с котом уже не в качестве диких существ, а в качестве существ сначала полудомашних, а потом и совершенно домашних, вот этот процесс одомашнивания и параллельно вот этот процесс не только хозяйственных, но и религиозных отношений, он начинает складываться, как это ни странно, по всей вероятности в Сахаре, в регионе Сахары. Это сейчас мы представляем себе вполне справедливо Сахару как совершенно такое засушливое пространство, самую огромную пустыню на земле, которая песчаными барханами и дюнами простирается на сотни тысяч квадратных километров, но был период геологический в истории Сахары, так называемый суп-лювиальный, когда Сахара представляла из себя саванну, в которой было множество достаточно крупных озер, крупных и мелких рек, огромное множество скота, и там жили первые люди, которые населяли собой это пространство, люди, которые впервые сделали быка домашним животным, коровы сделали домашним животным. этот процесс отразился на наскальной живописи, сохранившейся, известной нам по платоу Тасилии Аджар в Сахаре, которая до сих пор, пещеры и каменные стены которого покрыты множеством изображений. И вот там впервые присутствует вот этот вот мотив обожествления быка. Во-первых, присутствует мотив, когда явно совершаются культовые служения, но при этом жрецы и жрицы, которые изображены на этой наскальной живописи, украшены большими изображениями рогов. Явно происхождение быка, буйвола, зебу, крупного рогатого скота. Вот эти взаимоотношения приручения крупного рогатого скота, они произвели очень глубокую вообще такую перемену в психологии, в религиозной жизни нового человеческого общества. Заставили идти его по совершенно вообще новым путям, заложили новую основу для всей последующей человеческой цивилизации. Что привлекало человека вот в этой фигуре быка? Почему он начинает ассоциироваться с Богом настолько, что вот эти рогатые шапки у жрецов мы видим на протяжении весьма-весьма долгого времени, оккульт быка мы встречаем по всей Малой Азии, по всему Ближнему Востоку и по всему Средиземноморью. Мы встречаем и священные изображения быка, и изображения жрецов вот в этих рогатых шлемах и на скажем печатях цилиндрических древнего Шумера и Вавилона мы встречаем Таврамахи как форму принесения быка в жертву и на древнем Крите, и как остаточное явление в современной Испании, где-то становится уже таким популярным зрелищем под видом Кариды, когда бык приносится в жертву современным жрецом Матадором, но все это не более чем продолжение весьма-весьма древней культовой практики борьбы с быком и принесения его в жертву. И, наверное, вот в этом образе быка, который стал для человека богом, отразилось очень многое, и те блага, которые человек получал от этого сотрудничества с крупным рогатым скотом, и та сила, олицетворением которой является бык. Но был еще один очень такой интересный момент, который получил свое освещение не очень давно, в 60-е, 70-е годы нашего века. Собственно говоря, и плато Тасилинаджа было открыто не так давно, и появились вот эти изображения этих знаменитых фреск с этого плато, и появились очень такие любопытные их интерпретации. Дело в том, что там зачастую изображение быка и какой-то культовой деятельности соединяется с изображением грибов, которые тоже в этой культовой деятельности играют какую-то такую значительную роль. И такой итальянский исследователь Джорджио Самарини и независимо от него американский исследователь Теренс Маккена, относящийся к такой междисциплинарной области этноботаники, они независимо достаточно друг от друга выдвинули такое предположение, что этот гриб является особой разновидностью грибов, так называемых копрофильных, которые произрастают на помете крупного рогатого скота. Особенностью этих грибов является их необычайно сильный психоактивный потенциал, то есть они способны изменять человеческое сознание, ну, проще говоря, являются сильнодействующими наркотиками, способны вызвать состояние просветления, ну, по крайней мере, то, что человек принимает за просветление, особенного какого-то знания, ведения, а, что самое главное, способствует контакту человека с духовным миром. Ну, не будем, так сказать, глубоко удаляться в эту тему, такую, достаточно способную открыть какие-то такие сатанинские глубины, но, тем не менее, отметим, что, на самом деле, с того времени сделано довольно много открытий подобного рода, например, в Испании, также в наскальной живописи, пещерной обнаружено вот это сочетание быка и гриба, причем там достаточно ясно можно определить, что это именно вот этот галлюциногенный гриб, то есть и в других местах также присутствует этот культ, но важно сказать то, что бык в представлении древнего человека, это не просто сила, это не просто мощь, это еще источник знания, поэтому, например, таким священным почитанием в тех культурах, в которых сохраняется вот это преклонение почитания быка, пользуются даже такие вещи, как навоз коровы, из которого делаются, например, ароматические палочки индусов, которые так популярны были у людей одно время, которые сжигали их себя, не представляя и, в общем, не отдавая себе отчета, что они в значительной степени изготовлены из коровьего навоза, с добавлением всевозможных благовоний, поскольку, в общем-то, это для индусов тоже вполне себе такой священный поклоняемый субстрат. Вот, и по всей вероятности не случайно, потому что именно он является питательной средой для произрастания вот тех самых грибов, которые приносили человеку познание, приносили человеку, в общем-то, его первые, в том числе и религиозные переживания и способствовали установлению контактов с духами и возникновению многих вот таких форм языческих религий в той или иной степени какими-то отдельными чертами, сохраняющимися до сих пор. И вот эту религию быка, религию, в которой бык являлся центральной такой фигурой поклонения, вот эти скотоводческие народы, народы, которые приручили крупнорогатый скот и стали получать от него основные свои такие блага, они пронесли из Северной Африки и через Египет, через Судан, через Ближний Восток, через Малую Азию, до самого Пиренейского полуоста, распространили практически на всю Северную Африку и дошли даже, так сказать, по всей вероятности до Урала и за Урали. Поэтому очень многие религии древности, они имеют в своей основе именно вот этот скотологический культ. Не были исключением древние евреи. Для них бык являлся синонимом божества. И это продолжалось достаточно долгое время. И мы видим, что Священное Писание вынуждено даже в какие-то моменты учитывать эту особенность древней еврейской психологии. Даже, например, жертвенник, который стоял сначала в скине и сиденье, потом в храме. Мы же помним, он имеет рога, подобные рогам быка. И каждый, кто обвинялся в каком-то преступлении, мог найти убежище, если успевал убежать в жертвенник и взяться за вот эти самые рога жертвенника. В таком случае он становился неприкосновенным. То есть вот эта связь психологическая связь между божеством и быком, она очень долгое время сохранялась в еврейской среде, как и в среде прочих и весьма многих скотоводческих народов, которые в тот момент в очередной раз своей такой волной затопили Ближний Восток и Малую Азию, в том числе Египет в котором только что отправили вот эти цари гексосы тоже бывшие пастухи оставившие наследие египтянам то самое упоминаемое в священном писании в Библии чувство неприязни ко всякому скотоводству и всему что с этим связано отчего народ израильский поселяется в земле Кисем отдельно от прочего населения Египта и вот когда Израиль выходит из Египта и когда он обращается вот в этих своих религиозных поисках и требует себе образа Бога первое что приходит в голову Аарону это бык и первое что готовы принять израильтяне это как раз таки бык и не потому что они вынесли какое-то влияние какой-то образ быка из Египта напротив наоборот для них как раз таки это было проявлением их в каком-то смысле патриотизма это был тот образ который сопровождал собой тысячелетия духовной и религиозной истории их предков это было то что в каком-то смысле было записано у них на подкорке было основы их религиозного сознания и мы видим что вот эта борьба с вот этим образом быка как образом божества она продолжалась достаточно долгое время с переменным в общем-то успехом мы видим ветхозаветных даже праведников наподобие так сказать это гедеона который носит второе имя Ир-Ваал Ваал это божество финикийское божество общее на самом деле божество с семитскими семитскими другими народами который изображался как раз таки в таком вот смешанном образе и быка и человека вот одно из таких изображений кстати говоря было откопано археологами при раскопках города Вевсаиды той самой родины апостолов Петра и Андрея где был обнаружен древний каменный идол Ваала представляющий из себя такую антропоморфную фигуру с головой быка и мечом в руках вырезанную из камня вот эти черты быка почитания быка они встречаются и в топонимике очень широко очень многие места на святой земле до сих пор несут на себе память о быке в особенности горы те самые высоты на которых совершались вот эти языческие служения ну на самом деле арабское название фавора до сих пор это Джебель Тур гора быка собственно прямо напротив старого города Иерусалима есть такая деревня Ат-Тур прямо по пути в Вифлеем и соответствующая гора Ат-Тур тоже как мы слышим связанная с быком Тур Тор это все так сказать в этих языках изображение это понятие для быка то есть даже на вот этом уровне языковом до сих пор на святой земле очень часто встречается вот эта память о быке в особенности в связи с вот этими горами на которых совершалось вот этих этими высотами библейскими с которыми так долго так усердно боролись праведные ветхозаветные цари и пророки боролись вот этим служением тавроморфным божествам на вот этих высотах которые совершал Израиль это в общем-то та черта религиозного мышления Израиля которая была пределена на протяжении не одного тысячелетия и не случайно тоже до сих пор в нашем сознании вот эти фигуры объединяющие в себе черты и человека и рогатого скота до сих пор у нас ассоциируются с нечистой силой до сих пор эти существа любят принимать соответствующие образы но если раньше Израиль таким образом мыслил себе богов мы сейчас таким образом представляем себе зачастую его противника с рогами с копытами с хвостом то есть с вот такими чертами быка которые наследовал от тех же самых древних культов которые несли с собой выходцы из древней Сахары давно превратившись в пустыню несли с собой по всем просторам ближнего востока и средиземноморья и которые до сих пор сохраняются какими-то такими отдельными знаками напоминаниями черта чертами до нашего времени и которые мы до сих пор не осознаем не принимаем во внимание ну и знать это может быть полезно просто хотя бы даже для того чтобы представлять себе ту реальность в которой существовала человек Ветхого Завета и здесь как раз таки ответ на тот вопрос почему с такой легкостью всякий раз когда предлагался такой соблазн он отвращался от образа человеколюбивого или справедливого судящего карающего бога к образу быка к образу звероподобному и почему такое горькое слово содержится в книге псамов святого пророка Давида о том что человек употопился скотам несмысленным это именно то что происходило с религиозным с религиозным представлениями религиозным представлением представлениями многих к сожалению его современников внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео с религиозным